Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа новостей в студии Тойркиров. Сегодня, 1 октября текущего года в Бустоне, Сагдийской области Республики Таджикистан, состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы Саймумина Ятимова и Камчебека Ташхива. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 1 октября 2024 года в Бустоне, Сагдийской области Республики Таджикистан, состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы Саймумина Ятимова и Камчебека Ташхива. В ходе встречи руководители правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики обсудили вопросы делимитации таджикско-кыргызской государственной границы и дали конкретные поручения рабочим группам правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы продолжить работу по дальнейшему определению прохождения линии границы двух государств на оставшихся участках. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. В Таджикистане начался осенний призыв на воинскую службу. Некоторые города и районы уже с первого дня выполнили план призыва в армию. Служение родине, укрепление независимости и оборонного потенциала страны является долгом каждого гражданина. Служба в рядах вооруженных сил – это школа мужества. В честь призывников во всех городах и районах страны проводятся торжественные мероприятия. В Душамбе в честь начала осеннего призыва молодежи в ряде вооруженных сил Республики Таджикистан состоялся день призывника. В мероприятии приняли участие призывники 1997-2006 годов рождения из районов Исмойли-Сомони, Шох-Мансур, Сино и Фирдавси. Ответственные лица соответствующих структур исполнительного органа государственной власти города Душамбе. Ответственные сотрудники Министерства обороны страны и родители призывников. В ходе выступлений ответственные лица отметили, эта важная кампания наглядно показала, что и общество, и молодежь проявили высшую инициативу патриотизма и еще раз продемонстрировали свою верность политике, проводимой лидером нации, уважаемым Эмумали Рахмоном. Служение Родине считается сыновным долгом каждого молодого человека. Ежегодно правительство страны принимает целенаправленные меры по созданию благоприятных условий для солдат и офицеров. Сегодня, благодаря постоянным усилиям президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона, созданы необходимые бытовые и материальные условия для повседневной деятельности военнослужащих в воинских частях. Во всех войсковых частях служат опытные профессиональные офицеры для повышения воинских и физических навыков молодежи, воспитывая их в духе патриотизма и верности рубежам страны. Горно-Бадахшанская автономная область перевыполнила план осеннего призыва молодежи в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан. Сегодня утром жители Харога от Мала до Велика вышли на центральные улицы и проспекты, сопровождая шествие юноши призывного возраста в городской парк культуры и отдыха. Здесь состоялся торжественный митинг с участием более 6 тысяч человек, в том числе представители городов и районов области, ответственных лиц ведомств и учреждений, сотрудников правоохранительных органов, призывников и их родителей. Руководство Горно-Бадахшанской автономной области поблагодарило всех призывников и их родителей за своевременное прибытие в военные комиссариаты и выполнение плана осеннего призыва в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан в течение одного дня. Было отмечено, что это является ярким свидетельством глубокого осознания гражданского долга, теплой и искренней привязанности молодежи к родине. Было отмечено, что именно по указанию и поручению лидера нации, уважаемого Эмумали Рахмона, были заложены основы создания вооруженных сил. Постепенно укреплялась обороноспособность страны. При поддержке, постоянной внимании и неустанных усилиях лидера нации укреплена учебно-кадровая база воинских частей страны. До необходимого уровня укреплена обороноспособность государства. Церемония проводов новобранцев завершилась культурной программой. Первый в истории таджикского спорта чемпионат мира по дзюдо среди юниоров в столице Таджикистана, городе Душанбе, пройдет со 2 по 6 октября. Сегодня в Душанбе состоялась жеребевка чемпионата мира по дзюдо среди юниоров. Ответим, что чемпионат состоится на основе решения председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмумали. Цель спортивного мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, обеспечение массовости спорта и оздоровления, а также развитие спорта в стране. Тему продолжит Зумрат Файзиева. Сегодня, 1 октября, в столице Таджикистана, городе Душанбе, состоялась жеребьевка чемпионата мира по дзюдо среди юниоров. На сегодняшний день заявки для участия в чемпионате мира по дзюдо среди юниоров подали 534 спортсмена из 67 стран мира. Первый в истории таджикского спорта чемпионат мира по дзюдо среди юниоров в Душанбе пройдет со 2 по 6 октября. Нашу страну в чемпионате мира представят 24 спортсмена, 17 парней и 7 девушек. Победители и призеры будут награждены денежными премиями. За первое место – 2500 евро, за второе – 1500 евро, за третье – 850 евро. Согласно программе турнира, со 2 по 5 октября состоятся индивидуальные зачеты. В первый день будут соревноваться в весе 48 – 52 килограмма девушки и 60 – 66 килограммов юниоры. День второй – 57 – 63 килограмма девушки, 73 килограмма юниоры. На третий день – девушки 70 килограммов, 81 – 90 килограмм юниоры. На четвертый день соревнуются девушки свыше 78 килограммов, а юниоры в весах 100 и свыше 100 килограммов. 6 октября смешанный турнир – 57, 70 и свыше 70 килограммов девушки, 73, 90 и свыше 90 килограммов юниоры. К чемпионату мира, который состоится уже завтра, прибывшие спортсмены усердно готовятся. Меня зовут Денис Бачаев, представляем команду IGF. Как только мы приземлились, вышли с самолета, забрали багаж, сразу нас встретили репортеры с камерами, взяли интервью тренеров у спортсменов, потом по приезду здесь брали еще интервью ребят. В этом плане люди очень сильно запоминают тем, что они отзывчивые, позитивные, очень любят дзюдо, мало где так развито дзюдо, как здесь. Несколько стран можно отметить, где вот настолько большие трибуны, много людей приходят. Они даже в этот раз к нам боролись на большом шлеме, на улице стояли, ждали, пока мы выйдем оттуда с медалями, чтобы сфоткаться, поздороваться. Просто в этом плане они большие фанаты дзюдо, и это очень приятно, что такой уровень именно здесь проходит. Мы представляем команду из Испании. Душанбе – очень красивый город, но нас разместили в очень живописном месте в санатории среди гор. Там очень красивая природа и чистый воздух. Я тоже представляю Испанию. Я впервые в Таджикистане, и мне здесь очень понравилось. Нас очень хорошо встретили в аэропорту и разместили в замечательных, комфортабельных условиях. Наша команда из Франции состоит из девяти девушек и девяти юношей. Я впервые в Таджикистане, и эта страна произвела на меня неизгладимое впечатление. Мы еще в самолете любовались прекрасными видами, а когда приземлились, нас очень хорошо и тепло встретили. Душанбе – прекрасный город. Здесь очень гостеприимные люди. Я рад, что познакомился с этой замечательной страной. Салам Таджикистан. Старший тренер молодежной сборной «Падзидо» из Казахстана – Ушигур Ибрагим Исаевич. Начиная с аэропорта, встреча, гостеприимство. Очень добродушный народ встретили, как своих родных. Никаких претензий. Организация очень хорошая. Транспорт, предоставление залу. Никаких проблем у нас нет. Мы чувствуем себя, как у себя дома. У вас очень хорошая сборная. Мы на сборах всегда встречаемся. И на Кубке Азии, и на Европейских Кубках, и сейчас были на чемпионате Азии, где у вас тоже золотые медали были у таджиков. Я Маштай Магомед. Представляю IGF. Весовая категория 73 килограмма. Честно сказать, я в Таджикистане первый раз. Гостеприимство тут на высшем уровне. Встретили, отвезли, накормили, заселили. Все четко, все на уровне. На высшем уровне. Приятно, когда так за тобой ухажешь. Не остается только бороться. Меня зовут Юлдаш Бекуа Сабина. Я представительница сборной Казахстана. Я серебряная призерка чемпионата мира в Хорватии. Нас встретили очень хорошо. Таджикистан очень нравится. Готовились тоже очень хорошо. Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров – это международные соревнования высокого уровня среди спортсменов в возрасте до 21 года. Чемпионаты проводятся один раз в год в Международной Федерации дзюдо. Это единственное мероприятие среди юниоров, на котором присуждаются рейтинговые очки для мирового рейтинга среди взрослых. В настоящее время в Таджикистан прибыли более 540 спортсменов из около 70 стран мира для участия в чемпионате мира по дзюдо среди юниоров, которые впервые проходят в нашей стране. В санатории Шуамбары размещены более 300 участников чемпионата. Для дзюдоистов созданы благоприятные условия для проживания и тренировок. В Таджикистан прибыли сильнейшие молодые дзюдоисты со всех уголков мира, чтобы показать свое мастерство и помериться силами на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров. Для спортсменов и тренеров созданы благоприятные условия для проживания и тренировок. Так, в живописном уголке Таджикистана в санатории Шуамбары размещены более 300 человек участников чемпионата. Для спортсменов предоставлены два спортзала, оснащенных необходимым спортивным инвентарем и другими принадлежностями сферы. Для участников чемпионата в столовой санатории готовят национальные блюда, что является демонстрацией культуры и гостеприимства, присущей таджикам. Спортсмены и тренеры дали высокую оценку условиям, созданным в санатории. Отметим, что в Федерации дзюдо Таджикистана нашу страну в домашнем чемпионате мира представят 24 спортсмена, 17 парней и 7 девушек. Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров – это международные соревнования высокого уровня среди спортсменов в возрасте 21 года и младшей. Чемпионаты проводятся один раз в год в Международной Федерации дзюдо. Это единственное мероприятие среди юниоров, на котором присуждаются рейтинговые очки для мирового рейтинга среди взрослых. С 2019 года на чемпионатах мира среди юниоров начисляются рейтинговые очки, равные Грам-при IGF для взрослого мирового рейтинга. Баллы также учитываются при отборе на Олимпийские игры. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok